Всем привет! Я сегодня пришла на открытие нового магазина. Оля магазин Радуга вышивки переехала. Магазин в Оренбурге находится. Адрес я вам оставлю под видео. И я пришла на открытие. Найти магазин очень легко. Он находится в самом центре для Оренбургских. Сейчас быстренько расскажу. Это центральный рынок, дом быта и рядом торговый комплекс Панорама. Поднимаетесь на второй этаж и выходите с эскалатора. И сразу вы увидите Олен магазин. Найти очень легко. Ну, сейчас посмотрим, какую культурно-развлекательную программу Оля приготовила для нас. Я люблю такие мероприятия. Привет, Оль! Привет! Я так рада, что ты пришла. Теперь близко у тебя добираться. Пешочком вот такая раскрасневшаяся помороза. Мороз, ага! У меня щеки замерзли. Оль, вот ты переехала ко мне. Но я же еще не все скупила. Ты что, мне такой соблазн? Да, скоро еще и новинки МП-студия придут. Так что прибежишь смотреть. Олян магазин находится прямо рядом с моим домом теперь. Да, так что будем почаще видеться. И тебе получше будет прогуливаться. Будешь не на машине, чтобы не ехать. Да, я по центру часто гуляю. Так что будем видеться чаще. Я думаю, даже тут встречи можем проводить. Единственное, что, конечно, со стульями тут, я говорю, каждый со своим складным будет приходить. А еще мастер-класс сегодня будет? Да, Наташа придет чуть попозже. Вот она сейчас дочку в школу отведет и подойдет. Так что вот, кто будет желающий. Сами сядем, сошьем себе закладочки. Я в группе твоей видела объявление. Кто покупает товар на тысячу, участвует в лотерее. Да, вот Раиса Степана у нас уже сегодня выиграла лотерею. Катя сейчас ушла, тоже выиграла пряжу. Я сейчас тоже буду участвовать. Я не могу такое мероприятие пропустить. Хорошо. А мы до лотереи не добрались. Они просто... Привет, девчонки. Привет. Что выиграли? Выиграла... Ой, браслет. Браслет и... И рамочку для... Ну, и икону, и фотографию. Потому что набрала я на две тысячи. И вот выиграла две лотерейных билета. Выиграла рамочку и брелок. Спасибо, Оля. За такой подарок, сюрприз. У меня зрители очень любят смотреть покупки. Покажете, что купили? Ой, ну, конечно, покажу. Мария искусница. Я тоже люблю их наборы. Там ниточки финка очень классные. Я вышивала уже. Здорово. Поздравляем с покупкой, с выигрышем. И в Новотроицк купила канву передам нашей рукодельнице Зои Ивановне. Зои Ивановна прям достаточная встреча. Которая у нас, как говорится, не то, что шьет, а штампует вышивки нам, картины. На нашу последнюю встречу она прям специально же приезжала. Утром приехала и после обеда уехала в Новотроицк. Прям готовую привезла. Она свою старую Москву, недоделанную, на две трети уже вышитую привозила. Очень всякие красивые работы. Вас как зовут? Раи Степановна. Раи Степановна. Очень приятно. Вы вышиваете крестиком? Крестиком, да. Крестиком вышиваю. Уже, наверное, лет... Ну, лет 10, наверное, вышиваю. Перешла на грандиозные масштабные работы. Сейчас я все кончаю, который месяц, по сюжету, по картине Поленова «Московский дворик». Ну, немножко осталось, немножко, немножко, но еще на месяца три. Понятненько. Спасибо. И взмахнулась на golden kite. Попробую еще. Ну, уже начала. Да, ниточки собирали. Я собрала ниточки. Оля мне собрала ниточки. Вот, начала. Здорово. А это выигрыш? Это выигрыш. Рамочка. Это багетная мастерская «Двое», да? Да, да, да. Я оставлю тоже ссылочку на багетную мастерскую. Красивый подарок. Что, девчонки, тут выбираете? Это баджар птицы здесь. РТО. Присматриваете? Ну, да, мы уже купили. Ой, что? РТО. Присматриваете ассортимент вот, когда жар птицы сейчас ждут. Ожидаем поставку товара от МП-студия. Ну, всем известная жар птица, акварелька. Вот, так что на следующей неделе, 20-го числа, ожидаю товар. Хотите что-то заказать, пишите мне. Вот ткани я и фотографирую, присылаю в личку, чтобы с цветами было по... Теперь у меня есть возможность хорошие фотографии делать с окном, большое. Вот, то есть пишите, помогу с выбором. Хоть и пока сайт не работает, но... Ну, я оставлю на группу ВКонтакте, там связь с тобой будет. И в Инстаграме, и ВКонтакте, в Одноклассниках, я везде. А у МП-студии сейчас новинки, там какие-то новые игрушки, да? Придет, и кармашки новые придут, и старые кармашки будут. То есть, всем полюбившись на водорастворимый конве, сама я не вышивала, вот хочу, наверное, посмотрю, что-то попробую вышить. И на пластике все игрушки должны быть. Так что ждем. Придем. Большую поставку приходите. Как раз новиночки придешь, посмотришь. Я себя сегодня не буду часто снимать, потому что я с мороза, у меня еще щеки красные, девчонок поснимаю. Оля, а у тебя теперь пряжа, да, есть? Ну да, я немножко привожу, потому что спрашивают девочки. Многие же и вышивают, и вяжут. Здесь пряжи представлены хлопок и бамбук. 70% бамбук, 30% хлопок, а это 100% хлопок. В общем-то, плетение нити, вот видите, какое интересное. Оля, а вот это что-то новенькое, какая-то равномерка в крапинку. Да, это Мурана, 32-й паунт. Сплэш называется, брызги. Еще пока вот мне все развернули. Вот такой нежный. У меня взяла клиенка от Панны. Кит, знаешь, набор. Вот взяли прям вообще идеально вот сюда. Слушай, вот на зимний сюжет. Мне вот этот гаджа больше нравится, чем вот снежинки или горошки. Кстати, вот как будто снежинки. И вот и как пузырьки. Вот кита она взяла вышивать. Как будто пузырьки. Прям мы приложили картинку. Вообще отлично. И ниточки сюда хорошо подходит. Вот это классный цвет. Кстати, он вот не яркий. Я же не могу на ярком вышивать. Да, он не яркий. Он такой прям нежный. А вот этот очень нежный. Вот это, кстати, на камере прям отлично получается. Он такой же один-один. Потому что освещение натуральное, уличное. Да. И еще вот так белый. Вот смотри, мне интересно, будет сиреневый цвет? Да, смотри, он видел. Не серый он. Обычно серый цвет. Нет, а здесь прям отлично. Смотрите, цвет передачи какая. Немножко сероватый. Ну, все равно сиреневый и синий тоже всего передаются. Ну, все равно видно, что это сиреневый. А так вот еще вот розовые брызги здесь есть. Здесь вот серые брызги. И вот это розовый. Ой, посмотри, он тоже нежный. Он как персик. Да, да. Есть такие вот брызги. Давайте я его взгляну. Очень красивый вот этот персик нежный. Обалденный. Вот, кстати, помнишь, я тебе говорила, что я на горошках не могу вышивать, в глазах рябит. А здесь вот они разного размера и разбросаны. Да, они вообще глаза не устают. Не мешают, я имею в виду, вот эти вот крапинки вышивать. Да, потому что они разного размера и нет вот этой вот психоделики, да, когда постоянно идет. Очень красиво. Я наборы люблю. Это вот мой ассортимент любимый. Ну вот, опять же, Инна, смотри, удобно вот так вот. Я решила, что в коробках. Лучше даже вот на стол поставили и полистали. Или кто повыше, и здесь. А так удобнее, мне кажется, выбирать, чем когда висят. По сюжетам, так скажем, не по производителям. Ясно. Оль, это твоя работа? Да, я недавно в Instagram откладывала видео, как я ее собирала. В общем-то, интересно вот это вот сейчас новое оформление на дощечке. Мне понравилось. Я вот подложила синтепон немножечко туда, вот, чтобы поплотнеет. Ну, повозилась, конечно, потому что первый раз, чтобы все было аккуратно. Тут пришить не пришьешь, приклеить тоже не приклеишь. Поэтому вот высчитываешь вот эти дырочки, чтобы и наобороте же хотелось, чтобы красиво все было. Вот она и наобороте. Вот так вот аккуратно. Это к открытию, да, ты готовилась? Да. Ну, вы же, что у меня уже давно лежала, а вот оформить придумала вот таким образом. Хорошо. Может, вот такие вот тоже деревянные заготовки можно. Вот заказ под размер мне вот сделали, как мне надо. А кто сделал? Эмбург. Эмбург. Вот это наши оренбургские делают тоже. Они же и делают вот подарочные сувенирчики, то, что я вкладываю в посылочки. Алла Николаевна уже домой собралась, а покупки нам не показали. Вот. Конюшка. Еще одна конюшка. Вот покупки мои. Что вышивать будете? Это для поделки для дома. А эту у меня конюшку уже есть с цветочками. А эту это наделку. Я вот только не могу вышивать на мурану. Нормально вы вышиваете на мурану или для шить? Да, да. Для шитья. Но я для шитья тоже взяла. Я до такого искусства еще не дошла. Ясно. Я тоже для шитья. А вот это для вышивки. Видите, вот она легкая. Вот эта. Оля, есть вот такая корзина добра. Спасибо, девочка. Потому что мои там тоже лежат в корзинке. Я принесла свои. Ну, там наборы или картиночки приношу. И забираю, например, другое что-то. Меня зовут Наташа. Вышиваю уже 17 лет. Мегле как. Не знаю. Вот взяла сегодня в корзине добра. Вышивать надо будет очень много. Сегодня подарочек получила от Оли. Такое вот красивое сердечко для мулине органайзер. В корзину добра можно принести. Да. И что-то взять оттуда. То есть как обмен, да? Да. Обмен. Здесь вот на некоторых, ну, на всех наборах, которые, вот, например, на любой набор, которым мы желаем, здесь идёт схема и ниточки. Вот остаток ниточек. И потом подбираем. Оля, скажи, пожалуйста, вот, например, вот у меня есть схема. Например, любая, которая по авторской схеме. Ты можешь подобрать под эту схему нитки из твоей коллекции ДМС. Например, если не указанная нитка. Ну, вот смотри. Если вот ты сейчас взяла схему просто, да, здесь в корзинке добра. Вот здесь вот номера указаны, но здесь нет расхода. То здесь я могу только собрать моточку. Потому что номера ДМС указаны, подбираем мотки, и ты вышиваешь по этой схеме. Если схема авторская. Да, авторская, например, я схему, например. Вот смотри, канву вы можете сами, ну, какая у вас есть, опять же. Либо девочки мне пишут, там, вот такой цвет хочу, такой аккаунт. Мы уже подбираем, там, смотрим. Авторы, как правило, уже у всех есть расход мулине в метрах. То есть вы присылаете мне эту табличку. И я по этой табличке делаю расчёт. И потом собираю. Опять же, я всегда прошу девочек указывать название и автора. Вот я как бы распечатываю, да, получается уже название, автор. И пишу, что здесь комплект ниток и схеме. И вот здесь вот расчёт уже получается. Сколько метров там дает. Да, но бывают такие моменты, девочки просто мне присылают картинку. И говорят, соберите. Ну, когда я, например, пришла вот сейчас, вот у меня схема есть, а у меня нитки, например. Нет, ну пойми, у тебя есть схема, да, и есть картинка, и нитки вот. А это вот мне на днях присылают просто картинку. Посчитайте по этой картине. Я не могу посчитать. Всех авторские схемы я тоже не знаю, да. Поэтому я всегда прошу, пришлите расход или попросите автора. Девочки не отказывают автора сейчас. Они ещё присылают, потому что это, в общем-то, конечно, экономия идёт. Кто особенно не любит собирать это мотками, мотать, перематывать. Ну, там уже какие-то остаточки остаются. Поэтому, пожалуйста, и именно для вас удобно, если вы прислали название, что я вам не пустой лист присылаю, непонятно к чему собранный. Потому что мы же, как всегда, мы нахомячим. Но это же не говорит, что мы прям сразу получили и начинаем вышивать. А через какое-то время вы просто сами забудете, на что вам пришли эти нитки собранные. И, опять же, и для меня это удобство в том, что кто-то другой может обратиться по этой же схеме. У меня уже есть расчёт. Мне не надо бежать, ещё раз считать. Я просто обращаюсь к файлу, я стараюсь все файлы сохранять. И уже сразу говорю расчёт по этой схеме. Это, то есть, не для того, что я вас там что-то проверяю или что-то. Я именно для того, чтобы это было удобно и вам, и мне. Хорошо, я всё поняла. Спасибо большое. Спасибо. Для тех, кто не знает, у Оли есть такая услуга – нарезка ниток DMC к авторским схемам. Вы должны прислать ключ, номера ниток и расход. Сколько? Метраж? Да, там именно не ключ, а именно расход. Расход. Многие авторы, конечно, в разных программах, но у многих написано именно расход, муленек, схеме. И ещё частый вопрос задают. А у вас уже с запасом, как правило, авторы уже тоже сразу закладывают запас. То есть, кто-то пишет автору, что там 30-25. Некоторые не пишут, но там заложено уже в программе. Когда сама считаю я, я тоже делаю запас 25-30%. В зависимости от каунта и от пожеланий клиента тоже. Некоторые девочки как-то говорят, что я там протяжки делаю большие, поэтому я тогда побольше запас делаю. Я правда не знаю, где, что и как говорится. Вот как вовремя вопрос задала, как раз зрители интересуются. Это самый вопрос, потому что вот бывает, есть авторская схема, а нету, например, ниток, да? Ну вот где какие, что вот, ну как бы с нитками вот с этим связано. И вот теперь мне вот Оля всё объяснила, спасибо ей большое. Я теперь буду знать. Поэтому я схемы покупаю у авторов, а не скачиваю в интернете. Мы пирастом не занимаемся, да? Да, пирастом нет. Нет, 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 мы не пирастом. Мы только исключительно то, что в свободном доступе берем. Да, только в этом свободном. Выбрала что-то? Да, я сегодня выбрала романтику 36 на 36 сантиметров, 46 цветов. Дизайн Алина Ильина. Вот эти идут ниточки и канва, по-моему, 14-я, да. 14-я канва. Фирма Пана. Я люблю тоже от Пана наборочки. Легко вышиваются, схемку у них хорошую. Здесь то, что мне нравится, что здесь окно, и будет как будто ощущение, что у тебя ещё одно окно на кухне. Если я ещё канву, например, поменяю, ну, например, больше, да, размера. Не 14-я, например, а более какая ещё бывает, покрупнее канву. Я думаю, это очень крупно будет 11. Куда? 14-я 11. Я думаю, не надо менять. Уровень сложности 3. Потому что если крупнее канву возьмёшь, то нужно будет вышивать в 3 нити, а то и в 4, иначе будет просвечивать сильно. У них подушки у Паны вышиваются в 3-4 нити. Да, вышивала Панночку и Панду. Панду вышивала в 3 нити. И здесь нужно будет ещё увеличивать, тогда этих ниток может не хватить. Мне кажется, если на стену вешат, то лучше на 14-й вышиваю. Ну, очень нравится мне, да. Красиво. Здрасте, девочки. Здрасте. Здесь тоже швейные. А, да, у нас тоже смолния. Так, это чья работа? Это Галина. Это моя работа. Представьтесь. Галина меня зовут. Вот. Новый год ушёл, но подарок ещё не вручен. А для кого подарок этот? Для моей лучшей знакомой. Вот нам в Новый год мы с ней не успели встретиться, и я ей вручила. На днях встретимся, конечно, и Новый год продлён. Праздник. Это, по-моему, Эмпо-студия. Эмпо-студия, да. Ну, не помню, там номер какой-то. Что вы, девочки, там секретничаете? Да, я интересовалась, что такое интересное пластиковое. Покажи, намоли, что такое тут пластиковое. Что-то чего-то. А мы уже ушла. Это вот пластиковая канва, но на ней вышивать, конечно, не крестом, а получается либо стежками, либо изо нить можно на нём тоже делать, ну, это вот туда-сюда, либо лентами. Ну, да, крупная для бисера тоже. Конечно, она, потому что, смотри, по-моему, чем дальше, тем крупнее вот от центра, видишь, они ещё. Наташ, сегодня мастер-класс будет? Да, буду делать сердечки сейчас из федера. Сердечки? Да, сердечки-закладки небольшие из федера. Сейчас прям пять минут иначе. Оля, я набор беру, не показывай только, это подарок. Я поняла, что это в подарок. Да, розыгрыш хочу. Сейчас мы тебе уберем. Что нужно выбирать отсюда, да? Да, и там написано. Так, что написано? Фаберлик, карандаш, пятновыводитель. О, куда тебе? Да, это что делать? У тебя внучка растёт, скоро будешь пятна ей от соков выводить. А, вон оно что, это на одежде выводить? Да, конечно. Я даже не в курсе, вы мне сейчас девочки расскажите. Спасибо. Здорово. Мне тоже пригодится, я вечно пятна себе ставлю. Девчонки мастер-класс начинают и хотят запустить эфир в Инстаграм. Но я тоже решила запустить эфир на Ютуб. Как-то так сложилось, что рядышком будет уже день всех, ну, день влюблённых. Что такое вообще будет у нас, ну, что у нас вообще будет в итоге, должно получиться? Это будет просто закладочка. Закладочка-уголочек, который одевается на страничку. Ну, а фетровая приятная, мелочь вообще, но очень приятная. Значит, прежде чем приступить к работе с фетром, нам нужно с вами сделать выкройку из бумажки, чтобы сердечко получилось ровненькое. Выкладываем листья пополам и, ну, собственно говоря, делаем... Выкройку делаем. Вырезаем два таких. Как вам пучить? Да-да-да. Два таких сердечка сейчас сразу вот так. Смотрите, я специально показываю, что здесь никаких супер приспособлений дополнительных не нужно. То есть это можно вообще дома сделать абсолютно легко и самостоятельно. Если у вас есть фетр, ножницы и иголка, да? Вырезали одно сердечко и потом вырезали точно такой же второй. Ну, я сейчас скажу дальше, что еще нужно. Ну, нитки-то, мне кажется, у всех есть как бы. Ну, хоть какие-то дома-то в любом случае должны быть нитки и иголочка хоть какая-то. Сюда будет вставляться страничка, и это будет ваших закладочек. Можно шить любым швом. Либо шаг вперед иголкой. Это просто наметочный, да? Ну, все знают, я думаю. Либо через край, либо через край с накидом. Тут уже как вам самим захочется. Вот. Я лишь показываю первый пример. А дальше, в общем-то, дело техники и дело вашей, да, фантазии. Вот. Плюс ко всему, раз это у нас сегодня вышивальная тема, так можно на сердечках еще что-то вышить. Можно там пуговки, бисер, все что угодно. Можно крестиками. Можно имя, можно там какой-то мотиватор даже. Маленький совсем, но можно его сделать. Вот. Смотрите, 5 минут, и теплая такая уютная Валентинка готова. Правда? Ничего сложного абсолютно. Но это прикольная такая закладочка. Мальчика, благодарю. Которая не потеряется у вас в сумке, не помнется и вообще. Ну и так, просто как напоминание о каком-то хорошем дне. Да, и приятную книгу открыть и начать чуть-чуть. Да. Для всех любителей книг, для всех девочек, которые любят блокнотики, это тоже штучка подойдет. Делаем узелочек, обрезаем ниточку. В опытных руках все это быстро. И вот она, наша закладочка готова. Да, можно чуть побольше зашить, можно что-то еще. Даже примерить уже, да. Вот можно примерить, ну, предположим. Спасибо. Спасибо большое. Я как раз думаю, так, что же я блокнот-то свой даже не достала. Вот как-то так, девочки и мальчики, это выглядит. Приятная, уютная штучка. Вроде как незамысловатая. Да. Ничего особенного. Но выглядит очень. Опс. Мило. Вот это я к тому, что можно зашить чуть побольше, чтобы она так просто не выскакивала. Не выскакивала. Да. Вот, собственно говоря, так за пять минут можно сделать Валентинку своими руками. Причем для этого вам понадобится только фетер, ножницы, нитки любые и иголочки. Надеюсь, что это было хоть как-то для вас полезно. Если остались какие-то вопросы, пишите в комментариях. А мы пока еще тут подварим. Спасибо огромное. Спасибо. Давай. Спасибо. А можно бисеринками обшить. Можно разукрасить по-разному. А вот я так поняла, что это будет сверху? Нет, это просто сейчас. А, в серединку будет? Можно в любую страничку заложить. А я думала, так несколько. Если во внутрь, то отпечатаются бисеринки. А, точно. Только ниточками, наверное, я бы влочко не была. Лучше, да, ниточками. Ну, можно декоративными нитками. Да, да, декоративными. Да, и побольше зашить. Да, да. Прям вот до сих пор, наверное, зашить, и она будет делаться хорошо. Ну, вообще, конечно, очень интересная. Вот именно надо шить, вот именно на шить, вот всю, вот эту вот прямую, весь прямой угол от закругления. Ну, вот как мы начали делать закругление. Ну, выкрик ваши, 6 секунд. Молодец. Так что вот сейчас будем творить. Оля нас плюшками соблазняет. Порукодельничали, теперь будем чай пить. У меня, кстати, на цветах с цветочками тоже. А, тебе наоборот что-то надо. На то, мне. На то. Ты на что выбираешь? На скатерс. На скатерс? Ну, вот это очень красиво. А я на ролл, девочки, для вышивки ролл. Все хотела сшить. Я купила на ролл. Ты брала, да? Да. Я и такой взяла, и красный взяла. Может, лучше красный какой-нибудь серенький? Оль. Это лед. Это совсем другой. Оль, Ашаде. Оль, Ашаде. А вот эту ты видела? О, давайте. Что-то я уже отхожу от лаванды. Я вообще ее люблю до потери сознания. Ну, что-то я сейчас смотрю на нее. Что-то я уже сознание потеряла. Я ее, похоже, я ее переела уже. Лаванды. Так, что сколько? Метр 70 надо. Нет, меньше надо. Нет, вот смотри. Вот метр 20 мы откладываем. Уж расход. Держи. Наташа, это ты жирафика шила? Вот это я вышила. Ручки сложила, как жирафик. Оля теперь магазин в центре. Такой вид из окна красивый. Вот, видите, из окна вид. Это центральный рынок. И прям за этим рынком я живу. То есть мне только через рынок пройти, и все. И я у Оли. Практически возле моего дома. Сейчас Оля покажет, как она упаковывает посылочки, заказы. Да, вот эти пакетики крафтовые делают мои сыновья. Привет, мальчишки. Мамины помощники, молодцы. Я вот собираю заказ обычный. Так в этот раз моточками. Это по схеме, да? Нет, я даже не знаю. Мне просто написали номера в этот раз. Но я так думаю, что черно-белая схема, потому что там в основном есть серые и черные таны. Так, вот подарочек. Какой город мне? Сейчас я адрес не знаю. Адрес не надо? Город. Вон Ярославец. Забыла. Кто-то узнает свой заказ по видео. Легким движением руки. Так, а ну-ка мне, пожалуйста, так подарок упакуй я дарить буду. Запросто. Запросто. Сейчас сделаем. Все, посылочка готова. Едет к получателю. Людмиле, привет!